Хе-хе-хей! Всем-всем солнечный привет от Кэт Вискос. Как у вас дела? Как у вас настроение? Надеюсь, что Новый год принёс вам только радость, добро и позитив. А сегодня я хочу поговорить о своём канале и, в частности, о своих подписчиках. Хочу сказать всем-всем большое спасибо, кто подписан на мой канал, кто следит за моим контентом, кто смотрит мои видео, кто комментирует, кто задаёт вопросы, кто делится моими видео, кто ставит лайки и также дизлайки. Я прислушаюсь ко всем вашим комментариям, замечаниям, пожеланиям. И, как я уже говорила, идёт моё день рождения, стучится, ломится в окна и в двери. Моё день рождения на Старый Новый год. И вы помните, да, что мне очень бы хотелось получить самый лучший подарок? Самый лучший подарок – это когда я увижу 20к подписчиков на канале. Так что, кто меня сегодня слышит, видит, смотрит, обязательно подпишитесь на мой канал, кликните колокольчик, чтобы вы были в курсе событий моих следующих видео, и тем самым вы сделаете для меня самый лучший, самый дорогой, самый-самый подарок, который я только хочу для себя. Потому что у меня уже всё есть, я уже не знаю, что хотеть и захотеть, а вот если бы у меня было ровно 20, я хочу заказать специальный какой-то торт. Ещё что-то хочу сделать очень такое необычное к этому торжеству, посвящённое. Так что всё зависит от вас, мои дорогие и любимые. Вы знаете, какая интересная статистика на моём канале? У меня почти 20 тысяч подписчиков, и когда я смотрю, сколько людей меня смотрят, где и откуда, я просто даю здиву, где мои подписчики, где мои любимые друзья виртуальные или не только. Статистика Ютуба показывает, что меня смотрят только сколько-то, по-моему, несколько процентов моих постоянных подписчиков, а все остальные, больше 90 процентов, меня смотрят люди, которые на меня не подписаны. Вы представляете, как такое может быть? Я просто дивы даюсь. Поэтому, если вы никогда не оставляли мне комментарии, никогда ничего не писали, не стесняйтесь, напишите. Я очень хочу с вами познакомиться и узнать, кто меня смотрит, откуда, где вы живёте, как вы нашли меня на необъятных просторах Ютуба. Мне так хотелось бы это всё узнать, потому что, как говорят, страна должна знать своих героев. А вы, мои любимые, дорогие друзья, подписчики, я вас всех люблю, ценю. Я очень рада, что вы со мною, что вы смотрите меня. И я хотела бы с вами больше общаться, переписываться, созваниваться. Поэтому не стесняйтесь. Многие мне очень говорили и писали, что они, например, смотрели меня много-много лет, но никогда не контактировали. А почему? Не надо бояться, не надо стесняться. Я не кусаюсь. Так что, пожалуйста, под этим видео в комментариях напишите мне, откуда вы, как вы меня узнаете, сколько вы меня смотрите, как давно. Я буду очень-очень вам благодарна. А теперь вечереет, надо что-нибудь перекусить. И я вас зову с собой, приглашаю, хочу показать и виртуально вас угостить чем-то очень вкусненьким и интересненьким. Ча-ча-ча! А теперь смотрите, какой у меня обед. Правда, сейчас 9 вечера. Может быть, это перекусончик ночной перед сном. Но у меня обед. И смотрите, тадам! Блинчики. Это просто блинчики такие, конвертиком, конвертиком тоненькие такие, мягенькие. Вы знаете, какие настоящие блинчики должны просвечиваться. Должны быть тонюсенькие, притонюсенькие. Смотрите, воздушные, нежные. Как паутинка. Но, тем не менее, они вот такие вот целиковые. И из-за этого их легко можно начинить начиночкой. Смотрите. М-м-м. А это уже с начинкой. Обжаренные, хрустящие. М-м-м. А знаете, с чем? Давайте посмотрим. Вот этот вот сразу видно. У нас там начиночка. М-м-м. Это знаете что? Творожок с ягодками. М-м-м. Творожок с ягодками. Ям с вкусняшечком. А здесь, я подозреваю. М-м-м. Ой, вы знаете, нету сил ждать. И, опс, аж прямо руки трясутся. Вот такой вкуснятины. Нету времени все это красиво декорировать на тарелочку. М-м-м. Абсолютно без добавления сахарного песка. Просто. М-м-м. Потертые на мелкой терочке. И потом их заворачиваете в блинчики. И вот так вот обжариваете. М-м-м. До хрустящей корочки. И просто обалдеть. М-м-м. Вот это вот, что я зимой кушаю на обед. Вот, опять-таки, видите, мяса нету. Нету мяса. Хотя, хотя. Я вам сейчас покажу, что я сделала. Так, спасибо моим зрителям, подписчикам. Мне написали про бобовые. Бобовые, вот видите. Это у меня салат с добавлением чекпис. Чекпис. Это вот такие вот бобенки. Бобенки, где же у меня? Где же у меня? Ложка, вилка. Вилка, ложка. Так, вот вилочка. Так, вот они, видите, вон они прячутся. Значит, опять у меня салат, шпинат, морковь. И вот они. Такие бинчики. Я их просто обожаю. Называется чекпис. Чекпис. И вот отсюда я получаю протеин, которого у меня недостаточно. А еще, между прочим. Так, ой, обожаю этот салат. Так, что-то я начала с блинчиков. Хотя надо было попробовать салат. Опять-таки, у меня здесь масло оливковое. С добавлением небольшого количества свежего лимончика. Гималайская соль. И все. Ммм, как вкусно. Так, вот еще, знаете что? Помните, я показывала, я в магазине смотрела протеин. В больших таких упаковках. Для коктейлей. Для добавления в какую-то еду. Но так я не решила. Знаете, что купила? Только не смейтесь. Только чуть не смейтесь. Смотрите. Вот какой я купила протеин. Органик. Но для детей. Это уже как бы в виде коктейльчика. Все здесь у нас органик-органик. Еще полезное. Да, много-много всего полезного. Но детский. Ну, так как я маленькая и худенькая, я сойду, наверное, за подростка. И вот я пытаюсь хотя бы раз в день такое выпить. И то мне с трудом дается. Ну, в общем, пытаюсь, пытаюсь. Вот, видите, мяса нету в рационе. Но зато вот бинчики, орешки кушаю. Пытаюсь, пытаюсь. Интересно. А среди вас есть вегетарианцы, кто меня смотрит? Интересно, знаете, что вы кушаете? А если даже вы не вегетарианцы, мне все равно интересно, какое у вас любимое блюдо. Что вы кушаете, например, каждый день или через день, что вы любите? Напишите мне. На этом я пошла кушать. Не буду вас отвлекать. Спасибо, что вы были со мною. Ча-ча-ча. Это была ваша Кэт из городка Вискос. И до новых-новых встреч. Ча-а-а! Ча-а-а! Ча-а-а!